Я все время Конкину смотрю, немного чего-то так подсела на нее. Кто такая? Татьяна Конкина. Ну, она там так иногда не очень, иногда не интересна. Ну, мне нравится. Такая с крепучим голосом немножко? Нет, она живет в Торонто, в Канаде. Ну, она такие прямые эфиры делает по вторникам. Я прямо такую не знаю. Ой, не могу. Так мне нравится. Она просто так рассказывает. Иногда и новости кое-какие. Я сейчас не смотрю новости. Надо будет посмотреть. Ну, мне она очень нравится. Надо будет посмотреть, кто это такая. Смитатишная, она все понравится. А я иногда заглядываю к Судаковой. А вот я никогда. Это Петракова тоже перестала смотреть. Петракова сейчас в этом самом, в Турции. Да, да, я знаю. Так, Алина мне пишет. А мне не горит. А что ей не горит? Денеги не горят. Мне не горит. Смотрите, как курс будет интереснее для вас. Ну, в смысле, наверное, или долларами, или белорусскими отдать. А я что, буду сейчас бегать по этим самым и смотреть, где какой курс? Я бы так... Она обменяла свои деньги. Заплатила белорусскими. Чего я буду ходить менять? Я отдала бы ей этими долларами, да и всё. Как тебе удобно, так отдай. Она же тебе говорит. Как тебе удобно, так отдай. Нет, видишь, я так поняла, что она хочет, чтобы я поменяла их. Ну, спишешь ещё, договоришься. Так, сейчас я напишу. А долларов не хочешь? Хочу, конечно. Если она меняла, потому что она писала тут, что я поменяю и всё оплачу. Вот. Я бы и отдала доллары ей, и всё. Ну, и всё отдай. Ну, тебе может лучше белорусскими, чтобы доллары с собой взять. Ну, так мне же всё равно надо... Всё равно ж я их отдавать буду. Какая разница? Я ж ничего не платила. Всё заплатила она. А тесто сдавать не надо или надо? Надо. Надо записали на 31-е число. На 31-е число. 31-го надо ехать сдать в этот... Как он называется? Санстанцию. Ой, Галь, все эти тесто... И потом... Я болела, у меня температура поднялась высоко. Она вообще думала, что у меня гайморит что-то типа. Ничего я не чувствовала. Потом у меня Ленка кричит. Ой, что ты? Там поражение лёгких. Сразу 90, быстрей. Такую там панику устроила. Запугала меня дура, попёрлась в эту больницу. Зачем я попёрлась? Ну, потому что нет ума. Ну, что делать? И понимаешь, они меня там два раза брали, это ПЦР. И он весь был отрицательный. Они уже потом говорят, будем вас перевозить как бы в пульмонологии. А на КТ двухсторонняя пневмония. Не знаю, что это было. До сих пор не знаю. Ну, у меня Люда болела тоже ковидом. У неё поднялась температура. Это она считает, что у неё был ковид. И кашляла, на ПЦР сдавала? Нет, она не сдавала ничего. Она 10 дней отсидела дома, на этом всё. Она вышла на работу, работала. Но сейчас она сделала прививки. Она говорит, ну я же каждый день в этом автобусе работаю, с людьми общаюсь, сделала прививки. Первую перенесла хорошо, а вторая была, даже больничной давали, была с температурой. Ну, потом они какой-то анализ взяли, говорят, ой, у вас там этот самый какой-то глобулин повышен. Это, скорее всего, говорит, что это значит коронавирус. Ясно, спасибо. Ну, а я потом, знаешь, когда у меня зимой было такое, что вот я выхожу, и вот иду, иду, и вот у меня слабость резко-резко, сразу вот так раз, и всё. Я обмякла, я не могу идти. Возможно, что-то не слабо. Всё, что это такое? Вот такая слабость. И смотрю, где-нибудь присесть, посидеть, на остановке посижу, посижу. Подышу, вроде отпустила, пошла. Люда мне сразу, ты нос чувствует запах? Я, ну, вроде бы чувствует, значит, не это самое. Потом я говорю, ой, ты знаешь, я не слышу ничего, духи не слышу. Она говорит, всё, это у тебя коронавирус. Я говорю, ну, температуры-то у меня нету. Это неважно. А вот. Короче, у меня так было, наверное, с неделю. Я потом уже поехала к участковой, говорю, ну, что-то вот... А, нет, я её вызвала вообще домой. Говорю, послушайте, что у меня вот здесь вот в грудной клетке, я дышать не могу, у меня здесь что-то вот давит, и как будто в горле комок, я проглотить я не могу, и вообще всё, всё мне плохо. Я говорю, ну, плохо мне. Она меня послушала и говорит, в лёгких чисто, всё нормально, всё хорошо, температуры нету. Нос к тому времени у меня уже начал ароматы чувствовать. Она говорит, ничего, всё хорошо. Это, наверное, сердце, тахикардия. Ясно, очень мило. Ну, вообще, ты знаешь, не у всех же бывает отсутствие запахов. У меня я первый день вроде... Короче, я не знаю, был он у меня или не был. И что это было такое со мной? И там кофе вроде я не чувствовала, может. А моя Ленка болела очень тяжело. Десять дней у меня была высокая-высокая температура. Ужас какой. И она мне пишет, всё, запаха совсем нет. Совсем нет запахов. Это самое... Видишь, кто как. Ариша моя тут с ней общались, говорила, что то ли она у Лены смотрела на ВКонтактах, то ли они там что-то где-то ещё. Говорит, какая Лена, молодец, тётя Ирина. Говорит, как она здорово раскрутилась, как она всё одна. Я говорю, вот как бывает. Вот вроде бы обычная девчонка была. Рассказы писала, стихи писала. Ну, какие выдумки. Ну, какая голова была. А тут вдруг это самое... Это ж надо как. Раскрутилась, пожалуйста, и всё. Открыла парикмахерскую. Ну, она говорит, что на вторую, по-моему, там открывает, что ли. Ну, они открывали там с Олегом, но потом она не приносила никакого дохода, и они закрыли. Аренда большая. Он говорит, только аренду платить нет смысла. А сейчас, говорит, научила всех своих мастеров. Они все от меня и убежали. Я говорю, ну, вот видишь, как не повезло. И сейчас, говорит, не знаю, что делать. И хоть ты закрывай, или на дому работать. В общем, вот так. Вот, говорит, и учи всех потом. Ну, да. А чего они убежали? Зарплата их не устраивает? Или же писание? Не знаю, они стали открываться. А, научились. Знаете, как сами на себя там и стали работать. Ну, конечно. Ну, она на себя работает. Ну, слава богу. Ты даже моя Аришка, она же тоже ходила, Лена твоя учила. Вот. И она уже тоже была. Ой. Это этот самый. Котел. Это говорила тоже. Все, я поеду. Я поеду к Лене туда. В Россию. Я говорю, ты что, с ума сошла? Не надо, не уезжай от меня. Ну, тогда она была свободная еще. Она там очень хорошо заработала. Ну, да. Работала, может, на ипотеку какую-нибудь. Я наш потом немножко дома попробовала работать. Ногти эти делала. Налепленные, нарисованные. И как-то у нее, ты знаешь, и записи были. И потом она взялась за ресницы. Тоже как-то приходили к ней домой, делала. Ну, а потом уже все. Тут замуж, тут Максим. Какие тут это самое? Вот. А мне что? Она, ты самая, Максима мне оставит маленького. Я пойду девочке домой делать. Я говорю, не, Ариша, оттуда как пойдешь, так на полдня. Я говорю, не, пусть они тогда лучше сюда приходят. Вот. Так удобно. Ну, приходили, а потом уже как-то на это бросила, это дело бросила, и все. Ну, посмотрит потом. Надо же, может, как-нибудь, может, дома будет что-нибудь. Ну, не знаю. Ты знаешь, как-то вот проще. Для меня лично проще. Вот когда... Помнишь, как мы с тобой начинали в Москву поехали, да будем предпринимателями работать. Я помню, как мы в Польшу ездили. Да, в Польшу вообще. А потом мы ездили куда-то аж в Петрозаводск. Отморозился весь. Это я помню, что-то там какое-то или песца, или какого-то, что ты привозил. Уже забыла. Ой, это ужас. Это да, я помню. А больше, а наш автобус был на пять дней дома. Помню. Да, помню. Как мы в кино потом в Брест ходили. Да, да. Куда ходили? В кино мы же ходили. Помнишь, смотрели? Бум. Назывался фильм. И где это мы ходили? В Бресте. Я не помню это. Ну как? Врач вылетела. Это не со мной было. А ты не помнишь, как ты кричала, всё, я больше не хочу, поехали домой. Я бросаю всё, пойдём домой. Я не хочу, да. Пока мы стояли на таможне. Вообще там тяжеловато. А потом я говорю, пошли в кино сходим. И давай мы по телефону пошли домой звонить. Вот плохо, что раньше камер не было. И как раз звонили. Ну, это да, телефонов не было, позвонить неоткуда было бы, вот пришлось тогда идти. Да, интересно было. Ну, молодые были, так всё было по плечу, как бы. Не тяжело, ничего. А я помню, я как-то уехала, мы въездили в Польшу, и потом я как-то звонила Олегу, откуда, не помню. Я ещё помню, я ему кроссовки обещала, он говорит, а кроссовки там есть? Вот точно я запомнила это. Наверное, что у твоей мамы был телефон? А, ну вот, я тоже помню, что я как-то, я помню, что как-то я, Уть, к тебе куда-то звонили, и потом просили передать моим, что вот мы стоим на границе, ещё мы даже туда не уехали. Я помню это. Ой, да, было такое. Телефонов не было, вообще ничего не было. Да, а теперь хорошо. Телефон есть. Но некоторые до сих пор нет телефонов. У них есть планшет, и они так довольны, прям ужас. Все уже заживо съедают. Ну, купи ты, купи. Я говорю, я хочу. Это, ну, дожди, какое я хочу? А, какой-то, а, ухаживайся. И забыла, какой я хочу. Ну, в общем, какой-то такой бесплатный мне он понравился. Очень крутой, да? Он был зелёный. Галь, зачем он не крутой? Он нормальный. Ну, мне он понравился внешне. Моя дикорит, ты по цвету телефона вымираешь. Я говорю, да, это точно. Он зелёный, говорю. Вот мне надо зелёный. Чудо перехал. Да. Я никогда зелёного телефона не видела. Нет. А я, ты знаешь, на кухне поменяла вот эти вот дверцы на своей кухне старой. У меня старая такая кухня была. Она красивая была. Вот я сняла дверцы и поменяла. Ну, конечно, зря, наверное, сделала. Она была, нас натуральное дерево. Но уже такая страшная была, что жесть просто. Скопилось, видно, там грязи. Ну, низ у меня зелёный. А вверх я сделала дерево. Ну, сейчас бы я так, конечно, не сделала. Нет. Это неправильный поступок. А я, когда заказывала, я решила... Сначала я так хотела красную кухню. Бишь розовую, а я только зелёную. Я так хотела красную кухню, когда я это самое думала, что мне надо кухня. Сукурис только не говоришь. Что с тобой? Куда выключаете? Это я уже тут... Это самое... Перешло уже сильно-сильно-сильно. Ну, и сначала же я купила белую. А ну, хочу красную. Вот хочу красную. Ну, а потом, когда стала заказывать, думаю, нет. Красная она потом приестся. Приестся, всё приестся. Будет очень неудобно, будет тяжело. Пускай будет лучше деревянная. Хотя сейчас же вот Люда моя купила кухню. Но она готовую купила. У неё синим всё это. По-моему, у неё синим. Я уже и не помню. Слушай, я первый раз... Нет, это я второй раз у неё была. Первый раз, когда она получила квартиру, но там ничего не было. Только то, что она привезла с той квартиры, что у неё, что продала. А только вот сейчас она купила кухню. Ну, потому что столько платить. А я ещё сколько ещё? Года два, наверное, ещё платить. Столько лет платить. Я вот тебе там очень хорошая столешница. Я вот хочу такое поменять. Ой, я хотела камушками. Как я хотела камушками. А потом это самое, когда начала делать морские камушки. Ну, я же бешеная по морю. Я же по морю ненормальная. И я так хотела. Но потом мне говорят, ну, это как песок. Ну, я говорю, ну, ладно, пускай будет как песок. Очень красиво. Я такого цвета хочу, что не могу. У меня нет такого цвета. И тоже, конечно, не помню. Да, российская. Она очень красивая. Мне очень нравится цвет. Я помню только два дивана твоих. Больше ничего не помню. Два дивана? Ой, они уже всё. Лагуна назывались, по-моему. Там было два дивана и кресло. Ну, вот. Единственное, вот это вот в большой комнате. Вот это помню. Больше ничего не помню. Ну, нет. Ну, придёшь, посмотришь. Вот какая жизнь. Слушай, раньше мы куда-то ходили для того, чтобы увидеться. А теперь проще позвонить, чтобы увидеться. Да. Ничего, увидимся. Ты ко мне придёшь. На такси приедешь, когда будет уже холодно. Уже не поговорим. Ты пирогов напечёшь. Ну, может, я напеку или сбегаю в грен. Это уже как будет у меня настроение. Ну, может быть, и напеку. Я знаешь, какой сейчас подсела на какой торт? Внизу бисквит, потом слой творог, а потом слой желе из агара-гара. Это ты пекёшь такое? Да. А что там печь? Только бисквит. Так, может, тебе надо было кондитерскую открыть? Галь, да. Ну, вот. Я согласна. Ты смотри, какой талант пропадает. Галь, ну что там делать? Бисквит взбил. У меня миксер хороший. Взбил, положил бисквит. Сверху положил слой творог. А сверху агар. А агар сделать, это две минуты. Закипятить его, и всё. Из агара желе, это бесподобно. Ира, когда была молодая. Второй раз, когда я была замужем. Галь, никакая не была. А сейчас. Молодая. Я любила очень тоже вот это. Это творчество. Я когда у моей Генки было 16 лет, я ей торт делала такой трёхъярусный. Засахарила розы. Настоящие розы. Засахарила их, засушивала и украшала этими розами. Я пекла лебедей с этим заварным кремом. Сейчас, я говорю, спекла кекс. Позор! Галь, ну ты просто не хотела. Забыла соду всыпать. Ты понимаешь, торт – это ж творчество. Ты печёшь такой торт трёхслой. Ты смотришь, ай, какая прелесть, какая красота. Ну, это да. Ты что? Это да. Например, бисквитик, ну, можно там с какао. Творог, он белый. А это желе, ну, или с малинкой, или с вишней, или с клубничкой. Смотришь, у меня с вишней обычно. Такая вкуснотарочка. Вот если я сделаю, то принёс. Как только сделаешь, с вами. Да. И его, кстати, я тоже положу в морозилку. И всё. Торт достаю. В морозилку. Конечно, всегда. Всегда, всегда. Ну, уже я могу съесть, там же торт. Я же не могу лохнуть. Ну, да. Первым слышу, что торты можно было. То есть молодой, пока не жива. Так, что тут? Всё, можно Галь морозить. Всё, всё. Что мне тут, Алина? Да, Алина, тогда 700 долларов, она мне пишет. Прекрасно, вообще отлично. Так из Витска, да? Угу. Ну, вот и всё. Так бы сразу и сказала. А не дарила мне голову, чтобы я там ходила, меняла. Галь, ну, ешь торт, и что ты съела? Ничего не съела. Ну, как я буду? Я с тобой разговариваю. Я буду сидеть и торт есть. Ладно, всё, я пошла, короче. Нет, сиди ещё. Ну, ещё надо там в банк зайти. У тебя что, работа? Дети тебя плачут? Нет, ну, не знаю. Хочешь ещё кофейку свою? Не, не, Галь, спасибо, спасибо тебе большое за курт. Ну, да. Попробовала. Еленка просила там перевезти деньги, она мне присылала. Сейчас ей надо деньги, она регистрацию хочет делать. Российскую? Ага. Она до сих пор всё гражданин Белоруссии? Нет, да, так она гражданин Белоруссии. Она регистрацию хочет, потом где-то на жительство. Там надо. То маме слала, слала, а теперь у мамы просят. Да. Какие у вас дети молодцы? Чтобы понимать, чтобы сохраннее было. Ну, так она слала, слала. Мне насобирала там где-то сто тысяч. Вот. А потом она стала переезжать на другую квартиру, и всё. Денег нет ни копейки. Потом говорит, ну, ладно, я тебе буду там ещё, там, поскольку-то слать. Давай откроем у тебя какой-нибудь там в телефоне. Я говорю, да ни за что. Нет, ни за что. Шли мне так. Когда это у меня кто-нибудь за меня что-то будет делать? Я смотрю, Валя тоже, Алина, всё. Я говорю, Валя, ну, когда, какое число? Этого или этого она? Ну, пусть Алина решит, пусть Алина сделает. Алина всё сделала. Ей только остаётся раз, и всё. Этой самой. Собиралась же салкой, с заловкой со своей. Она. У Марины там самые большие расходы. Она мне денег не пришлёт. Мне надо к ней срочно ехать. Там что-то на детей. Отправила внука, 12 лет растила, отправила внука. А теперь мама ещё приедет к тому внуку, приедет туда, и там ещё вдвое. Вот. Я смотрю, что все внуки уже, все дети, все помогают. Какой помогает? Мне никто не помогает. А я всё одна и одна. Единственное, что она... И у моих детей, и у моих внуков вечно не хватает. Вечно у них ничего нет. У Моих тоже не хватает. Единственное, что она мне покупает, может, там кофе, что я попрошу, там крупу какую-нибудь. Ну, это тоже же, это тоже помощь. Как мне сейчас Аришка говорит, это самое... Квартиру, ну, с квартирой с мебелью, говорит, в той квартире не было стола, а в этой квартире нету табареток на кухне. Я ей тогда говорила, приди, забери журнальный стол. Вот, возьмёшь... Нет, так они не взяли. У меня у них журнальный стол. Сейчас она мне говорит, ты знаешь, можно и табареточки. А у меня же, когда в той старой кухне, у меня остался стол, он стоит в этом самом. И табаретки есть в шкафу, две в этом самом, в беседке. И они практически не нужны мне. А зачем они не нужны? Ну, всё, конечно, одна вещь. В беседке стоят, разваливаются, потому что в сырости. Я говорю, в шкафу лежат табаретки. Говорю, забирай. Конечно. Потом пишет мне, не пишет, а говорит, это самое, вилки, которые я у тебя брала, они разломались. А где твои мельхиоровые? Я говорю, ради бога. Приедь, забери. У меня целый коробок мельхиоровых. Папа ж только покупал ложки. Вилки, всё это самое. Я говорю, бери. Хрусталь надо, бери. Посуда надо, бери. Всё, что надо, ради бога. Сколько мне нужно здесь? Я говорю, если день рождения, пришла Люда, пришла Таня, поздравить, и то они по очереди. Одна забежала, другая забежала, когда у них, они же работают обе. Вот. Сколько мне этих тарелок надо? Я говорю, бери. И всё, что у меня есть, всё забирай. Я тоже поддавала всё. У меня там нет ничего. Так я уже всё отдаю тоже. Дети там сломают. А зачем? У меня есть одна тарелка. Если я довольна, ну если кто-нибудь придёт, там ещё есть несколько. Но я когда, если это фикс прайс... Ну сейчас что-то вообще там ничего не стало красивого. Если вижу тарелку красивую, обязательно одну куплю. Я тоже еду. У меня такая же, как у тебя розовая, вот я смотрела, такая, знаешь, обычная. Такая же зелёная. Я всё время из неё ем. У нас фикс прайс открылся наконечный. Кстати, там, ты знаешь, что была, Галя, такая плёнка. Большой-большой рулон, 100 метров, хорошая, очень. Если видишь, покупай. А зачем у меня стоит плёнка? Да. Тебе не надо? Ты ничего не взбоковываешь? Нет, ну у меня есть рулончик. А, ну иногда надо было. Я что-то мне уже фикс прайс, он мне уже что-то перестал нравиться. Ну не, я подожду. Там уже нечего практически брать. Вот придёшь, как-то смотришь вот эти вот видео, где россияне показывают. И то, и другое, золотая коллекция, там ещё какая-то. Но, в принципе, безделушки мне никакие не надо. Я вот это пылесборники, вот стоит у меня тут на кухне немножко, так это всё мне дарили. Ну это надо вытирать, да. Вот те вот эти самые, этих, и мышек, и крысок, и всё это, всё мне что-то кто-то подарил. Красиво. Вот, а так я ничего не, ну вот эти вот только двойняшки, эти салушки я привезла, солонка с этой, и как она, ну свечки эти жечь. Вот. А так я это ничего не покупаю, я не люблю, поэтому мне как-то всё равно это, но протирать пыль я очень не люблю. Ой, слушай, Гаря, у тебя же холодильник. Мне я тебе говорю, давайте я куплю холодильник. У моего дверца уже не закрывается, он такой старый, такая морозилка у него. Вообще удобно вот эти ящики выдвинуться, мне кажется, очень удобно. Нет, нормально, там же одна открывается просто, а потом два ящика. А у тебя два внизу ящика? У меня два. А сейчас, давайте, я откладываю. Вот здесь два ящика? Два ящика и морозилка ещё. Она вся морозилка, но там, смотри, конечно. Там три отделения. У тебя три ящика? Ну, три отделения, там не ящик, там открывается двёрка просто сверху. А-а-а. И два ящика. А-а, вот так вот, да? Ну, всё нормально выдвигается, всё нормально. Не знаю, я посмотрела в магазин, мне кажется, они такое ощущение, что сейчас развалятся. Ничего не разваливается, я не знаю, мы уже сколько лет. Мы уже лет 10 уже холодильник. Это удобно. Ну, мне так привыкло, что сверху так удобно. Ну, просто маленький уже такой страшненький. Мы вам не надоели? Вы вам не надоели ещё? Ой, надоели ужасно, выключай. Выключай, всё, мы уходим. Сиди ещё. Сиди. Ну, сколько сидеть. Подожди, не забыл. Так, всё. Мы наболтались, немножко посекретничали. Мы наболтались, сейчас мы уходим. Да, а теперь уже Ира уходит. Я рада, что она ко мне пришла. Я вообще всем рада. Незваный гость тебе пришла. Званый, незваный, незваный для меня все гости любимые. Я думала специально, а у неё камера не включена. Вот, думаю, мне повезёт. Вот. Я очень рада, что ты ко мне пришла. Давно мы с тобой не виделись. Я уже думала, надо опять как-то возле континента встретиться опять. Ты мне звонишь, если в Грин поедешь, я приду, выеду. А ты знаешь, что я в Грин не езжу. А ты приедешь. Там он дорогой. Не правда. Да. Акции бесконечные у нас по средам. Бесконечные. Ну, не знаю. И это. И ко мне в гости придёшь. Вот когда будет холодно, всякость. Как только ты сделаешь свой торт красивый, вкусный, то обязательно приду. Привет, привет, моя красавица. А почему это такое грязь? А потому что трава. Валяется ж по траве. Нет, это трава. Ладно, Галя, спасибо тебе за кофе. Ой, это тебе большое спасибо и за торт, и за то, что ты ко мне пришла. Рада очень. Очень рада, Ира, была повидаться. Всё, пока, моя дорогая. Всё, сейчас готовим. Всё, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok